John Deere 9620RX Серия 9RX оснащена жестким приводом гусениц и предназначена для тяжелых работ, таких как культивация, вспашка, дискование и рыхление, масштабные пассивные работы и даже не сельскохозяйственные задачи. На трактор установлен 15-литровый двигатель Cummins QSX. Двигатели приводят в действие ведущие колеса и хвостовики большого размера, что наряду с оптимально размещенными натяжными колесами и опорными катками создают высокое тяговое усилие с меньшим проскальзыванием гусениц. Машины также оснащены шарнирной системой рулевого управления и устанавливаемым на заказ активным рулевым управлением, которое улучшает маневренность в поле и удержание курса даже при транспортных скоростях до 40 км в час. Кабина Command View оборудована подвеской новой системы, которая улучшает качество езды, допуская вертикальное перемещение до 10 см. Для обзоров сумерках или ночью используется 24 светодиодных источника дневного света. Гусеничные ленты шириной 30 дюймов рассчитаны на повышенную долговечность и остаются в пределах 3 метров от общей ширины машины. Челленджер МТ-975 Один из самых мощных серийно выпускаемых тракторов в мире. Производится компанией ЭККО. Этот сельскохозяйственный монстр способен развивать мощность свыше 600 лошадиных сил, а его максимальная снаряженная масса может достигать 27 тонн. 18-литровый дизельный двигатель потребляет, конечно же, немало. Ввиду этого в тракторе установлен топливный бак на 1500 литров. Чтобы его заполнить на обычной заправке, требуется примерно 20 минут времени. Чтобы забраться в кабину трактора, придется преодолеть шестиступенчатую лестницу. Шасси трактора спроектировано таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку на 4 колеса. Колесная база ввиду его габаритных размеров также немалая. Метр 30 сантиметров в ширину и почти 4 метра в длину. Благодаря такой ширине и длине машина уверенно себя чувствует как на ровной дороге, так и на жестком бездорожье. При этом трактор легко управляется и может развернуться даже на небольшом открытом пространстве. Нью Холланд Концепт Трактор Данный трактор является прототипом. Планируется, что он будет работать на метане и заправляться так же быстро, как и обычным дизельным топливом. У него достаточно вместительный бак, чтобы на одной заправке работать целый день. А мощность аналогична дизельным аналогам. Баки и топливная система выполнены из прочных композитных материалов. Данный трактор может выполнять полностью все задачи, что и обычный дизельный его собрат, с той же мощностью и производительностью, при нулевых выбросах СО2 в окружающую среду. Дизайн трактора выполнен более обтекаемый. Мощное и экономичное LED-освещение установлено на крыше, спереди и по бокам, как и стоп-сигналы сзади, обеспечивая качественную ночную иллюминацию. В кабине установлены камеры обзора на все 360 градусов, и можно установить дополнительные камеры близкого вида, например, для мониторинга рабочего процесса сборки урожая или иных потребностей. Джон Дир 7760 – король хлопковых плантаций Комбайн Джон Дир является хлопкоуборочным комбайном шпиндельного типа. Его большой шпиндель захватывает сразу несколько рядов растущего хлопка. Растения перегибаются и подаются в специальные коробчатые сепараторы, которых на шпинделе установлено 6 штук. Механизм этих сепараторов разработан таким образом, что он захватывает только волокна созревшего хлопка, оставляя в неприкосновенности листву и не раскрывшиеся еще хлопковые коробки. Хлопковое волокно с помощью воздушных потоков собирается в коллекторе. Собранный хлопок передается в барабанное устройство, где его волокна разглаживаются и вытягиваются, после чего формируется нечто похожее на широкий рулон ваты шириной 2,5 метра и весом 2200 килограммов. Эта машина весом более 30,5 тонн может двигаться по полю, собирая урожай хлопка со скоростью 8 км в час за счет двигателя мощностью 500 лошадиных сил и объемом 13,5 литров. С каждого акрополя комбайн может собрать до 9 тонн хлопкового волокна. Спирхэт Твига Этот вид техники предназначен для расчистки водоемов, прудов, рек, от зарослей травы, мешающей циркуляции воды. Его рукав-кран вращается на 180 градусов, обеспечивая возможность резки по обоим сторонам канала в обоих направлениях. Размеры режущей поверхности – метр 20 сантиметров в длину, что обеспечивает оптимальную резку всей растительности водоема за один проход. Для удобства работы оператора кабина оборудована системой климат-контроля и сидением на независимой подвеске с камерами в кабине. Кабина вращается, а стекла от пола до потолка позволяют оператору иметь максимальный угол обзора, вплоть до самих колес. Машина разработана с нуля для максимальной устойчивости в работе и максимального комфорта управления. То есть это далеко не просто трактор, на который нахлобучили металлическую руку. Функциональность трактора может быть дополнена – для подрезания деревьев, для очистки дорог от мусора или для уборки снега. Deutz Far Agro XXL Трактор Agro оснащен не четырьмя осями, как кажется на первый взгляд. Каждые два колеса на одной стороне посредством осевой системы тип буги соединены между собой так, что силы от одного центрального привода распределяются на эти два колеса. Таким образом, трактор обходится четырьмя отводами мощности и распределяет силу нагрузки на восемь колес. Дифференциалы расположены в передней и задней части трактора. Они соединяют приводы правой и левой сторон. Для транспортных работ сцепление между передней и задней частью можно отключить. В этом случае техника передвигается не за счет привода восьми колес, а только на приводе передней части. Повороты осуществляются за счет шарнирного сочленения двух частей шасси. Двигатель V8 имеет объем 16 литров и вместе с турбонадувом и системой охлажденного надувного воздуха развивает мощность 600 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 2800 ньютон-метров. Скорпион – телескопический погрузчик. Телескопический подъемник погрузчика позволяет поднимать грузы на высоту до 8,5 метров. Максимальная грузоподъемность до 5,5 тонн. Дизайн кабины подкупает просторностью и прекрасным круговым обзором. Рулевое колесо и соответствующий рычаг управления можно плавно отрегулировать в соответствии с ростом и длиной вытянутых рук механизатора. Кроме того, улучшению обзорности способствует бордюрное зеркало с правой стороны машины, так что можно контролировать плохо просматриваемые углы в задней части. Высокую мощность и низкий расход дизельного топлива при тяговых и перевалочных работах гарантируют высокомоментные четырехцилиндровые двигатели Дойц. Диапазон их мощности составляет от 100 до 115 кВт. John Deere 9620R Этот монстр выпускается в шести вариантах мощностью от 370 до 620 л.с. Объем двигателя между 13,5 и 15 литрами. Вместимость топливного бака 1514 литров. Минимизация расхода топлива происходит благодаря 18-ступенчатой коробке передач, из которых шесть скоростей задние. Оператору не нужно следить за всеми скоростями вручную, так как переключение может быть запрограммировано на автоматическое, и трактор сам будет выбирать нужную передачу, зависимо от сложности выполняемых задач. Система автоматического изменения высоты подвески дает трактору шикарную устойчивость и сопротивление опрокидыванию. Эта же система делает возможным комфортное управление трактором на почти спущенных колесах для минимизации негативного воздействия на почву. Трактор может тянуть до 50 тонн. Кабина оборудована целым арсеналом техники для продуктивного управления. От камер и системы беспроводной передачи данных до удаленного доступа и датчиков состояния всех узлов. Potato Harvest AR-4BX Данный комбайн предназначен для сбора картофеля с полей. Он обеспечивает полный цикл экстракции клубней. Выкапывание из земли, грубая очистка от грязи, отбрасывание верхней растительности обратно на поле, погрузка во внутренний кузов, транспортировка клубней из кузова в машину через рукав с управляемым углом наклона и воронкой для предотвращения потери продукта. Кабина оператора оборудована системой навигации, позволяющей следить и управлять процессом, и состоит из монитора, рычагов управления и индикаторов состояния систем комбайна. Выкапывание корнеплодов происходит методом срезания верхнего слоя грунта и через экструдер грубой очистки происходит распределение снятого пласта на картофель и остальное. По конвейеру картофель попадает в дополнительную систему очистки, откуда и происходит его погрузка. Комбайн может работать в полуавтономном режиме, сбор урожая происходит и при отсутствии машины для отгрузки. Внутри комбайна могут работать сортировщики, которые вручную будут повышать качество собранного материала, выбрасывая крупный мусор. Места достаточно для шести работников. Ребята, какая техника вам понравилась больше всего? Напишите в комментариях. Спасибо, что внимательно смотрели. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. До новых встреч!